Доброе утро, мои хорошие! Вот смотрите, как нас в выходные встречают, каким дождем конкретным. Вот это да, я же говорила, у нас день солнца, день дождь, день солнца, день дождь. Вот так вот, не понимаешь, что за весна такая. Так, мы сейчас едем затовариваться, едем за покупками на неделю. Ау, вот это да, хлещик. Вот это что, что творится? Раз, два, три, четыре, пять сумок, торп. То, увидели наши закупки на неделю, продукты. А это я маме купила, вот этот арахис, видите, он в кожуре. А, сейчас такой рождественной. И купила банку большую упаковку капучина. И раз уж я пошла посылку, купила одну упаковочку, двоим своим внучатым племянникам, внукам, можно сказать. Ребята, они в первом классе учатся, вот такие вот наборы, именно двоих разных шоколадных шоколадок. Тут шоколадные яйца, потом, видите, в виде овечки, в виде цыпленка, в общем, разные. Всё, так, буду собирать маленькую посылочку в этот раз. Опс, а вот и я, привет снова, мои хорошие. Вот у нас погода действительно скачет, как та зебра, чёрная-белая полоса. Но это не чёрная-белая полоса, а это то солнце, то дождь, то солнце, то дождь, то солнце, то дождь. Вот так вот и прыгает погода. Сегодня были в супермаркете, перед нами женщина стояла, так чихала, так чихала и прям ворщала на эту погоду. То жарко, то холодно. Не то, что холодно, у нас не холодно, у нас 7 градусов тепла, но именно сырость такая, прямо, и ещё ветерок, в общем, мерзость такая. Нет, не мерзость, у погоды не бывает плохой погоды. У погоды не бывает плохой погоды. Нет, у природы не бывает плохой погоды, вот точно, вспомнила. Что ещё делать в такую погоду, в дождливой, ёлки-палки? Только дома сидеть, фильмы смотреть, или печь мужикам разные сладости, разные печёности. Вот смотрите, что у меня тут творится. Я снова делаю маффины, яблочные, шоколадные, мои любимые. Видите, тут яблоко натертое, вот, и шоколад, в общем, всё, тесто уже готово. Я делаю снова, уже вторую неделю, вторые выходные, делаю двойную порцию, потому что мне надо израсходовать, как я уже говорила, вот эти вот яблоки голден мелкие, они не сильно вкусные, вот, они уже мягкие такие, вот. А благодаря яблоку маффины получаются такие вот мягкие, сочные, вот, несмотря на то, что тесто вроде бы не сильно мягкое, но маффины получаются очень, как говорится, нежные и вкусные. У меня Никита лопает только так эти маффины, и он берёт с собой, кстати, наполнник в школу эти маффины вместе с чаем. Сейчас я всё, все эти формочки я мажу маслом и буду заполнять, а надо ещё печку включить. Вот они мои голубчики, сейчас печка нагреется, и всё, я их засуну, и готовчики будут. Ммм, а запах, а запах, ёлки-поп... О, какой запах, аж камера запотела. Отпотевай камера. Ммм, красавчики. Но я обычно не ем, потому что я ж худею ёлки-палки. Я только один вечно пробую, чисто на пробу. Ой, какие хорошие. Ой, мягенькие такие. Сейчас надо переложить мне их сюда, на стол, чтобы они быстрее остыли. О, а вот её и снова я. Мы только что приехали с торгового центра, мы после обеда пообедали, и сразу после обеда поехали в торговый центр. Но я забыла с собой камеру взять. Там столько много народу было, ничего себе. Вот как в прошлый раз мы были на прошлых выходных, когда мы были там, где цветы, всякие рассады, было много народу. И сейчас в торговом центре. Потому что дождь, и люди не знают, куда идти, куда ехать. Вот они везде тусуются по всем большим супермаркетам. Там столько народу было в супермаркете. Короче, мы купили хлеба, мы купили, мне надо было купить Никите его чай, персиковый чай. Вот он любит именно персиковый. Зелёный чай я ему делаю, потому что у него закончился персиковый. Я ему делаю зелёный чай, он говорит, он не чувствует вообще ничего. Ладно. Так я купила себе, ну себе, не только себе, но и бабуле. Купила вот такой вот вид салата. Называется Латуга Романа. Ну вот, хочу, немножко я посею у себя на балконе, немножко. А всё остальное отнесу бабулю, у неё там в богороде посею. Потом Никита меня попросил купить в этот раз ему дездрант, который спрей. Вот, попробовать я ему купила такой дездрант. Вот. Хлеба купила. А, вот самое главное, смотрите, я купила маме банку таких грибов разных, ассорти. Мне так нравятся вот эти грибы. Я, по-моему, такие покупала и ела. Там и крупные, и мелкие, и разные вообще. И вот эти вот самые крутые, крутые грибы, итальянские, парчини. Купила, тоже маме пошлю. Короче, маме я практически уже всё купила, что должна послать. Завтра утром, в воскресенье утром, мы обычно с ней созваниваемся по скайпу, и она мне скажет, как у неё там дела, потому что у моей мамы там плохие дела, я так понял, с кровообращением в ногах. Вот. И у неё болит какой-то палец, вот, хотя никакой рамки, никакой опухоли, ну, в общем, сильно болит. И ей эндокринолог, она ходила к эндокринологу, она на учёте у эндокринолога тоже состоит по диабету. Я по щитовидке, и она по диабету. Вот. И эндокринолог ей сказал, скорее всего, у неё плохое кровообращение крови, вот, для разжижения крови, что-то такое. И она прислала таблетки, они такие дорогие. И, в общем, я сказала, я говорю, так, вы там посмотрите, сколько надо, я пошлю деньги и сразу пошлю маленькую посылочку, потому что моей маме ещё нужна была лупа, я ей купила лупу, в общем, всё, я ей всё накупила. Вот такие вот грибы такие вкуснятинковые. Вот ёлки-палки, надо было две банки взять, надо было и себе тоже взять, пока они со скрипкой были. Я сейчас, знаете, что хочу попробовать? Мы там купили ещё йогурт, вот, а я хотела, разный йогурт, тут тоже были, вот, два йогурта, 69 копеек, двойные такие йогурты, 69 копеек, хорошая фирма, вот, с разными вкусами. И я хотела попробовать именно со вкусом кофе, видите, какое оно, вот, я сейчас попробую этот, кстати, сейчас я сразу и скажу. Ммм, такой прикольный йогурт, вообще никогда, наверное, я ещё никогда не пробовала йогурт именно со вкусом кофе. Ну, прикольно, вообще вкусненько. Ну, ладненько. Всё, вроде показалось всё, что мы купили. Купила ещё амбургер там, в этом самом супермаркете, в торговом центре. А сегодня утром, когда мы делали спизу, смотрите, что мы купили. Вау! Клубничное наслаждение. Ммм, не знаю, когда мы начнём есть, не, ну, я, в принципе, как только купили, я уже одну украла, съела, попробовала. Кстати, вкусненько. Не сильно. Конечно, не сравнится с клубникой моей мамы. Моей мамы в огороде, ну, вы знаете, кто смотрел мои видео, когда я была, когда мы с Никитой были в прошлом летом на родине, я там ела клубнику, и вы видели моё восхищение, короче, не сравнится, конечно, местная клубника с клубникой моей мамы. У моей мамы клубника, ммм, такая, ну, ладно, всё, показала, броди, показала, рассказала, сейчас, у нас такая погода, мы сейчас ехали в машине, возвращались домой, я так и сказала мужу, я говорю, что-то у меня такое ощущение, как будто я спать не хочу. У меня глаза прямо закрываются, или это давление низкое, или что, я пойду полежу немножко, может, хоть полчасика похраплю, что ли. О, я тут как в тумане, у нас тут такие пары идут, у нас готовится мясной бульон к ужину, к ужинному ризотто, будет ризотто на мясном бульоне. Так, значит так, спрашивали, отвечаю. У меня уже давно был такой вопрос насчёт пенсии, и вот недавно опять меня спросили насчёт пенсии в Италии, и как выплачиваются пенсии в Италии, вот, и в частности именно нашим женщинам, которые находятся в Италии, по, там, я не знаю, в качестве, скорее всего, в качестве бодан, мне кажется, так вот был вопрос. Ну, короче, ну, вообще, действительно, у всех не по-разному. Это для всех правила одни и те же, что для иностранцев, что для итальянок, что для наших женщин, работающих в Италии, вот, или замужем в Италии. Ну, вот, например, я скажу, что вот это наши женщины, которые не имеют гражданства Италии, но у них есть вид на жительство, как говорится, зарегистрированы они в Италии, не менее 10 лет, они могут себе, как, подать заявку на социальную пенсию, но после 65-летнего возраста, по-моему, около 65 лет они должны иметь, но нужно быть в Италии не меньше 10 лет, вот, жить в Италии постоянно. И, короче, можно подавать на социальную пенсию, на это, получается, минимально, это составляет около 450 евро, около, я говорю. И, что ещё хотела сказать по этому поводу, страховые взносы для социальной пенсии, вот, я спросила мужа, я говорю, что обязательно надо платить страховую, как, вот эти выплаты в пенсионный фонд, он говорит, нет, не обязательно, если ты, если человек прожил здесь столько-то лет, например, постоянно, и у него минимальный, как это, у него минимальный прожиточный минимум составляет меньше, чем, там, какая-то определённая сумма, то ему положена всё-таки эта социальная пенсия, вот. Ну, а так, вот, люди до 1996 года, если они уже, как говорится, работали по контракту, они уже имеют и работают дальше, у них там должен быть определён трудовой стаж, вот, около 40 лет, 42, 43, в общем, я не знаю, у кого как, и... Что-то у меня сообщение... Ну, вот, говорила о том, что если будет трудовой стаж и будет постоянно выплату, то уже человек может получать хорошую, порядочную такую пенсию, вот. Ну, это, конечно, наши женщины не касается, которые приезжают здесь, живут по 15-20 лет, ну, пусть даже 25 лет, конечно, их это не гаснётся, может быть, не гаснётся, но если... Тут, скорее всего, зависит от, именно, от выплат в трудовой... От выплат в пенсионный фонд, например, чем, как говорится, регулярнее вы выплачивали, как говорится, вот это вам будет засчитываться. Это не зависит от стажа, мне так кажется. Я, конечно, ещё в этой сфере мало плавала, плохо знаю, поэтому я говорю, что, действительно, наши женщины, живя здесь легально, я не говорю про тех, кто живёт нелегально, легально, если женщина жила здесь минимум 10 лет, по достижении 65 лет примерно, она может подавать на социальную пенсию. Ладненько, ответила на этот вопрос, не знаю, более-менее, вроде как, понятно, непонятно, вы уже извините меня, потому что я, действительно, в этой сфере мало что знаю. Я мало что знаю, я вот спрашиваю мужа, он мне отвечает, там, посмотрела вообще информацию какую-то, проспрашивала женщину, вот, коротко я, короче, рассказала вам и всё. Тадди-ка, мои хорошие, готовим ужин, и вам до новых видео встреч, мои дорогие. Чао-чао! Субтитры подогнал «Симон»!